Следующий докладчик у нас Павлова Наталья Николаевна. Она представит доклад на тему «Роль медицинской сестры в профилактической работе с семьей маленького пациента». Здравствуйте, дорогие коллеги. Я хочу рассказать о роли медицинской сестры. Слышно? Нет. Возьмите. Сейчас, сейчас, сейчас. Здравствуйте. Слышно? Слышно. Я хочу поговорить о роли медицинской сестры в работе с семьей маленького пациента на самого первого этапа его рождения. В нашей стране существует комплекс мер, обеспечивающий здоровье детей. В частности, это закон... Куда я должна шикать? Извините. Все? Угу. В частности, это закон об охране здоровья граждан. Согласно этому ведению маленького пациента, начинается с самого первого рождения. Существует алгоритм ведения. Это патронаж беременной женщины, патронаж новорожденного ребенка и наблюдение ребенка в течение первого года жизни. В первый момент дородового патронажа и на патронаж новорожденного работа проходит на дому. В дальнейшем наблюдение ребенка первого года происходит в рамках детской поликлиники. Взаимодействие врачей и медицинской сестры необходимо на данном этапе. У врача свои обязанности, а у медицинской сестры свои. Врач оценивает состояние здоровья ребенка, дает рекомендации по режиму питания малыша, составляет план профилактических осмотров. А медицинская сестра выполняет все предписания врача, реализует его назначение. Хотела бы поговорить об обязанностях медицинской сестры на этом этапе. Здесь важно познакомиться с семьей маленького пациента, а также установить доверительный контакт для дальнейшего эмоционального и хорошего общения с этой семьей. Также проводится контроль за соблюдением родителям рекомендаций врача. Патронаж беременной женщины происходит на дому. Ее посещает врач и медсестра. Здесь происходит сбор медико-социальной информации о семье, изучение психологического климата в семье, наличие вредных привычек у родителей, особенно у мамы. Медсестра дает советы о правильном рациональном питании, обсуждает вопросы по подготовке к появлению ребенка в доме, что необходимо приобрести. Факторы риска, которые может выявить медсестра во время этого патронажа. Обязательно надо обратить внимание на самых молодых матерей, то есть это женщины до 18 лет, и также женщины старше 35 лет. Многодетные мамы также вызывают опасения у медицинского персонала. В целях профилактической работы медсестра рекомендует соблюдать режим труда и отдыха, знакомить с правилами ухода маму за будущим малышом, поддерживать в семье спокойную обстановку. Патронаж новорожденного ребенка происходит после того, как ребенок выписывается из родильного дома. Здесь важно оценить состояние здоровья самой мамы, оценить состояние здоровья новорожденного. Обсуждается тактика дальнейшего наблюдения. Даются рекомендации по охране здоровья женщины, выявляются дети группы риска. Остановлюсь на оценке состояния здоровья. Это очень важный аспект. Нам надо выяснить наличие функционального состояния органов и систем. Есть ли какие-то врожденные пороки развития. Также происходит оценка физического и нервно-психического развития малыша. Какие группы риска мы можем выявить? Если ребенок родился раньше срока, недоношенный, маловесный, есть ли у него наличие отклонения в работе органов и систем. Тревоги родителей всем нам известны. Их волнует как здоровье и воспитание ребенка, так и режимные моменты. Как правильно ухаживать за своим малышом. Бывает, что мама находится в эмоциональном нестабильном состоянии. И не может правильно организовать уход и эмоциональное общение со своим малышом. Выявляемые факторы риска. Это низкий уровень родительской компетентности. Наличие отклонений в состоянии здоровья ребенка. Несоблюдение правил гигиены при уходе за ребенком. Также своеобразное поведение малыша в течение дня. После выявления факторов риска медицинская сестра должна провести профилактическую работу для дальнейшего обучения родителей. Она знакомит маму с возрастными потребностями ребенка. Обучает правилам ухода, общения и воспитания. Также рассказывает о правильном режиме дня и питании самой кормящей матери. Мама обязательно должна отдыхать, чтобы в момент ухода за своим малышом быть спокойной и отдохнувшей. Первые полугодия жизни очень важно. Здесь уже мама, то есть после первого месяца жизни, мама приходит на прием с малышом в поликлинику. Для этого отведен специальный день, день здорового ребенка. На этом этапе оценивается прибавка веса и рости, физическое развитие малыша. Отдается оценка эмоциональной речевой активности. И медицинская сестра смотрит за эмоциональным состоянием родителей. На данном этапе существует порядок осмотра нескольких специалистов. Такие факторы риска может выявить на приеме медицинская сестра. Это отсутствие зрительного сосредоточения на предъявление раздражителя, своеобразие реакции на звук, снижение предречевой активности. Ребенок не сообщает никакими средствами. То есть нет звуков гуления, слабый крик. А также обязательно оценивается его поведение в течение дня. Ребенок может много спать, либо наоборот, у мамы есть трудности, когда она укладывает ребенка. То есть очень долго ребенок не может заснуть. Какую профилактическую работу здесь надо провести медицинской сестре? Ей надо обязательно объяснить родителям, что при выявлении того или иного негативного момента, допустим, отсутствует реакция на слух. Значит, нужно посетить определенного доктора. Для понятия мамы, как общаться с своим ребенком, как воспитывать, мы рекомендуем консультацию педагога раннего возраста и логопеда, если есть отсутствие речевой активности ребенка. Также проводятся профилактические беседы и обучающие встречи со всей семьей. Второе полугодие жизни не менее важно. Здесь уже ребенок взрослеет. Мы оцениваем как физическое, моторное, нервно-психическое развитие, так и проверяем развитие речи. Здесь уже появляется лепет, и ребенок, естественно, активно гулит. Если этого нет, нас это должно насторожить. В данный момент мы начинаем... Врач знакомит маму о необходимости прикорма. Он советует вводить в рацион ребенка того или иного ингредиента пищевого. Прикорм очень важен для малыша, и некоторые родители не должны сами самостоятельно вводить прикорм, потому что пришло время или потому что посоветовала подружка. Обязательно нужно прийти к врачу и посоветоваться с ним. Здесь расширяется спектр специалистов, которые должны посмотреть на нашего малыша. Еще хотелось бы остановиться на прививках. Сейчас существует разное мнение. Родители некоторые не понимают, для чего нужна прививка, и отказываются вакцинировать своего ребенка. Медицинская сестра должна донести до родителей все сведения, что есть определенный календарь прививок, что прививка нужна ребенку, потому что это не просто укол, и никто не хочет навредить ребенку, но прививка предотвратит какую-то болезнь, и ребенок будет в дальнейшем здоров. Также она знакомит со сроками и схемой вакцинации и проводит просветительскую работу по данному вопросу. Особое внимание медицинская сестра останавливает на воспитании ребенка, поскольку ребенок на втором полугодии уже не тот новорожденный, которого принесли с родильного дома, меняется его социальное развитие, он уже активно развивается физически, и вопрос воспитания волнует родителей. Здесь медицинская сестра должна объяснить, какие есть способы воспитания, при необходимости, повторяю, направить на консультацию педагогу раннего возраста для разработки дальнейшего педагогического маршрута и обучения родителей способом и формам развития ребенка. А также здесь медсестра останавливается на таком вопросе, как начало формирования привычек и навыков. Мы все знаем, что в этом возрасте, если ребенок уже научился сидеть, мы можем начать приучать ребенка к формированию навыков опрятности. В дальнейшем, если ребенок будет активным и опрятным, это, можно так сказать, будет дисциплинировать в дальнейшей его взрослой жизни. Какие факторы риска мы можем выявить на втором полугодии жизни? Это плохая прибавка веса или, наоборот, избыточная масса тела. Это любые изменения со стороны кожи, потому что здесь мы помним начало введения прикорма было, и любая аллергическая реакция имеет место быть. Это отсутствие речевой активности, а также, как ребенок ведет себя на приеме, присутствует ли привязанность к одному из родителей. В целях профилактической работы медсестра обеспечивает положительный микроклимат в семье, формирует грамотную материнскую позицию, рассказывает о создании предметно-развивающего пространства. Ребенок не должен просто так сидеть в кроватке или находиться в манеже. Нужен определенный набор игрушек для создания предметно-развивающей игры. Просветительская работа заключается в следующем. Происходит повышение родительской осведомленности, а также создание в семье оптимального психологического климата. Какие есть формы работы? Это индивидуальная и групповая. На индивидуальной форме у медсестры достаточно больше времени для уделения внимания конкретной семье и конкретному малышу. Она имеет возможность рассказать маме о той или иной процедуре, необходимой ее малышу. На групповой работе медицинская сестра пытается объединить детей и семью по возрасту ребенка и по группе его здоровья. И здесь большая направленность идет на развитие ребенка, на его эмоциональное состояние, чем заниматься, как играть и так далее. И в подведении моего доклада я хочу сделать такой вывод, что работа медицинской сестры имеет очень важное значение для последующего развития здоровья малыша. Иногда бывает, что медицинская сестра является единственным источником информирования родителей. А дальнейшее здоровье ребенка – это основы нашего государства. Спасибо за внимание. Спасибо.